Парус в небесах. В Тольятти завершается международное соревнование по сноу-кайтингу. Вопреки традиции последних лет, вместо оттепеля и вихря брызг на акватории Жигулевского моря стояли 30-ти градусные морозы. Как спортсмены выдержали сюрпризы погоды, выяснил Роман Бирюков. Сотни кайтов под яркими парусами рассекают на Куйбышевском водохранилище, а в небе парят разноцветные воздушные змеи. Такое вот сочетание экстремального спорта и шоу на льду. Пол, возраст и опыт участников не важны. Главное – дух авантюризма и неуемная фантазия. Комплект оборудования, как правило, состоит из двух частей. Это сам купол, в данном случае черненькая плотнишка, и вторая часть – это планка управления. Тут как бы почти все без изменений у всех. Единственное, разная система бывает. Четыре стропы, пять строп, шесть строп. Кайты бывают надувные, парафойлы, которые больше похожи на парапланы. А так, что, зимой мы используем лыжи или сноуборды. Кому что по душе больше. Летом почти все катаются на досках. Тольятти вот уже 20 лет носит гордое звание парусной столицы России. Этой зимой фестиваль «Жигулевское море» – самое значимое событие в мире сноукайтинга. Ведь ранее из международного календаря кайт-соревнований были исключены все старты, кроме Тольяттинского. Оттого у берегов Волги собрался внушительный десант участников – 130 человек. Участников приехало гораздо больше, чем мы ожидали. Да, это неожиданно для нас. У нас, собственно говоря, больше участников было в 2017 году, когда был чемпионат мира ВИСа, и мы проводили его вместе с винсерфингом. В этом году мы потеряли только румын и чехов, мы потеряли их больше из-за мороза. Да, в этот раз кайтерам пришлось бороться не только с соперниками, но и с погодной аномалией. 75 лет в регионе не наблюдалось таких сильных морозов. Минус 30 – и шквалистый ветер отпугнет кого угодно. Но только не этих азартных райдеров, ведь они фанаты своего дела. У нас в Новосибирске тут такие морозы постоянно, ну и как бы все хорошо. Мне нравится вообще в кайте симбиоз скорости, техники и вот это вот, ну, драйва. То есть то, чего мне не хватало в яхтах, это экшена. То есть дистанция проходится там за 50-45 минут, здесь дистанция, ну, гонка делится до 10 минут. Хоть мороз и внес свои коррективы, заезды прошли в основных классах. Курс рейс, фристайл и марафон. Роман Бирюков, Наталья Быкова и Александр Богданов. МИР24.